Вокруг памятника Янису Фабрициусу, установленного в Старом Городе, развернулась активная дискуссия среди венспилчан. Янис Фабрициус был красноармейский командир, однако Министерство культуры не внесло его в список памятников, которые необходимо снести. Наш корреспондент Гонда Порнец выясняла мнение горожан относительно этого вопроса. Венспилс – город, в котором можно найти улицу Масковос, а в самом центре старого города расположен памятник командиру Красной армии Янису Фабрициусу. На углу улиц Пилс и Акманс, напротив главной библиотеки и рядом с Международным домом писателей и переводчиков, установлен монумент из гранита с высеченной звездой. Время от времени среди жителей Венспилса возникают споры о том, уместно ли присутствие этого памятника в городе. Вы обратили внимание на этот памятник? Кому он посвящен? Фабрициусу. Кажется, звали его Янис, но я не уверена. А вы знаете, кто он такой? Нет. Я работаю в библиотеке, и мне кажется, мне было бы приятнее, если бы этого памятника тут не было. Да, нормальный памятник в Венспилске, как должен быть. А что это за человек? Янис Фабрициус, наш земляк. А кем он был? Наверное, полководцем был, кем он еще был, если стоит до сих пор. Но это почему стоит, как вы думаете? Что за заслуги? Перед родиной? А о чем еще у него могут быть заслуги? Если он стоит, значит, он так должен стоять. Я никогда не обращал внимания на этот памятник. Я даже не знаю, кто это. Судя по униформе, возможно, это какой-то боец за независимость. За независимость Латвии? Да, его одежда выглядит, наверное, столетней давности. Этот памятник был установлен в Венспасе в 1954 году. Его автор – скульптор Янис Зарич, создавший в свое время множество монументов, соответствующих идеологии того времени, включая памятник Ленину Венспаса, который венспилчане демонтировали сразу после восстановления независимости Латвии в 1991 году. Первые годы независимости улица Фабрициуса также исчезла с карты Венспаса. А Венспасская государственная гимназия вернула свое историческое название, отказавшись от имени Фабрициуса. Тем не менее, для некоторых жителей Венспаса этот памятник остается символом ностальгических воспоминаний. Должен ли быть этот памятник в Венспасе? Да, потому что я учился в школе его имени. Он – часть нашей истории. Как мы можем знать, какие у него были тогда помыслы? Тогда получается, что в нашем городе четверть жителей надо ликвидировать, которые когда-то действовали в рамках тех времен. Памятник не виноват. И то, что происходило в то время, мы не знаем. На самом деле, мы много чего не знаем. И как он погиб, жаль, что так все произошло. Было такое время. Но памятник должен остаться тут. Я думаю, что памятнику здесь не место. Его головной убор со звездой не вызывает у нас приятных воспоминаний. Но наши красные стрелки тоже сражались за Латвию. Но, может быть, именно об этом человеке так нельзя сказать. Мнение историков о Янисе Фабрициусе разделяются. Некоторые считают его известным уроженцем Венспасского края, внесшим значительный вклад в историю города. Другие же указывают на его участие в боевых действиях против независимости Латвии, утверждая, что таким личностям не место в городе. Он никогда не был для Латвии никакой ценностью. И поэтому не стоит его переоценивать. Надо переоценить нам, венспилчанам, то, кого же мы чествуем в своем городе. Писательница считает, что венспилчане проявляют недостаточный интерес к поиску информации и сами допустили, что памятник командиру Красной Армии и убежденному коммунисту до сих пор находится в центре города. Об этих вещах стоит задуматься. И если чего-то мы не знаем, сейчас найти информацию проще, чем когда-либо. Кто же наши? Кто для нас делал хорошо, а кто плохо? И кого мы никак не можем назвать нашими? И Фабрициус не наш герой. Решение венспилской местной власти сохранить памятник объясняется уважением к истории Красных Стрелков и тем, что Фабрициус родился в Злэкас Венспилского края. В 2019 году самоуправление отреставрировало памятник за счет городского бюджета, не учитывая мнение оппозиции. И на данный момент не планирует отказываться от этого исторического памятника в Венспилсе. Если его уберут, как любой другой памятник, из-за этого история не поменяется. Он был стрелком. И реальность в истории нового времени такова, что никто до сих пор не смог сформулировать, кем же были латвийские стрелки, и какова была их судьба, и как теперь к ним относиться. Не дожидаясь участия самоуправления, на платформе общественных инициатив Monobals.lv уже собрано почти тысячи голосов, призывающих вынести памятник командиру Красной Армии за пределы старого города. На вопрос о том, может ли вопрос о памятнике Янису Фабрициусу быть включен в повестку дня Венспилского самоуправления в ближайшее время, Янис Виталийш ответил отрицательно. Безусловно, надо объяснять историю и добавить объясняющий текст у памятника, чтобы людям было понятно, что это за памятник и почему он там стоит. Как я уже упоминал, есть и практическая сторона. Это стоит существенную сумму. Вместе с благоустройством сквера это может обойтись по меньшей мере в 40 тысяч евро. Историки-активист периода Атмода Лаймдот Асела считает, что гораздо более значимый вклад в историю в Венспилса и Латвии внесли такие выдающиеся венспилчане, чьи имена пока не увековечены памятниками. Например, оперная певица мирового уровня Аида Ваны, первый латышский архиепископ и патриот Венспилса Теодор Гримбергс, адмирал латвийской армии Теодор Спада и многие другие. Другой свет и Алиса в Зазеркалье. Под таким названием открылись выставки в Театральном доме Юрасварты. Своим творчеством до конца декабря будут делиться фотограф Янис Барташевиц и художница Дитта Лусе. Обе выставки прекрасно дополняют друг друга и заставляют зрителя задуматься о бытие и изменчивости мира. В Театральном доме Юрасварты открылись сразу две выставки. Выставка фотографа Яниса Барташевича и художницы Диты Лусе. Творческие личности создали своего рода диалог, демонстрируя свой взгляд на окружающий мир. Посредством черно-белых фотографий Янис Барташевич продемонстрировал свое видение произведения Алиса в Зазеркалье, герои которого помещены в современную среду. И главными героями выступила его внучка со своей подругой. Я очень импульсивный человек в том плане, что, конечно, мы готовились, но, в принципе, старались все сделать моментально. Я увидел, что очень хороший свет и позвал Алису. И мы очень быстро сделали фотографии. Все получилось. Свет, да и весь мир настолько изменчив, что надо успеть поймать момент. Этот момент сейчас есть, а завтра его уже нет. Картины Диты Лусе богаты цветовым спектром, текстурами. Через абстрактные формы художница передает свои ощущения и фантазии. На этих картинах история про свет как образ, который высвечивает различные вещи, о которых стоит задуматься в темное осеннее время. Источники вдохновения для реализации идеи были разные, но это не то же самое, что создать саму работу. Идеи приходят очень медленно, они формулируются очень постепенно, их бывает одновременно сразу много. А прежде чем приступить к реализации работ, сначала надо было подготовить все поверхности, подготовить мастерскую, привести в порядок мысли и только тогда приступать к работе. Главная тема выставки — жизнь, существование как таковое и свет, желание познать неизвестное, рассмотреть невидимое и выставить на свет то, что было в темноте. Художники едины в своем желании вдохновить людей эмоционально воспринимать искусство, находить новый взгляд на мир. При этом неважно, какой это вид искусства, любое направление может раскрыть глубинные эмоции. Я родилась в семье художников и рисовала с раннего детства, поэтому логично, что мой путь был связан с живописью. Я поступила в школу Розенталса, и все пошло как по нотам. Я этим занимаюсь с детства. У меня на чердаке была оборудована фотолаборатория, и меня очень увлекал сам процесс получения фотографии. Я выучился на архитектора, работаю по профессии. Но что я ищу в фотографии? Я ищу аспекты живописи в фотографии. Если вы заметили, что эти фотографии не назовешь классическими. Обе выставки можно посмотреть в театральном доме Юра Сварты до 29 декабря. Это все события на сегодня. Я с вами прощаюсь. До новых встреч. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Предприятие «Венсполс Рейс» информирует о том, что с ноября снижена цена на билеты на коммерческие пассажирские перевозки и введены новые правила провоза багажа. Теперь билет на все коммерческие рейсы «Венсполс Рига Венсполс» стоит 10 евро. Если по возвращении «Венсполс» пассажир выбирает остановку улицы Инженеру, тогда 11 евро. Провоз одной единицы багажа в багажном отделении теперь бесплатный. Стоимость провоза дополнительного багажа составляет 30% от полной стоимости билета. В эту субботу, 9 ноября, на Венсполском рынке отметят день мартинша. С 8 утра до 3 часов дня вас ждет ярмарка с изделиями ручной работы, свежими продуктами и товарами для дома. С 10 утра до часу дня пройдет дегустация продукции на стенде «Фореверс», а также будет суп, который специально для мероприятия приготовит хозяйка Эва. Впервые на Венсполском рынке пройдет свободный микрофон Сулды Сангрезе. Вы сможете услышать интересные истории о мартиншах, а посетители смогут поделиться своими рассказами, сказками и стихами. Участников ждут призы. О музыкальном сопровождении позаботится диджей Касперс. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова